Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 марта и я готовлю грунт к завтрашней пикировке. Но так как я сейчас дома бываю редко, все большую часть на улице, я сейчас буду как раз перемешивать грунт и расскажу вам про подкормки. Я все равно тут сижу, мне делать нечего. Вот мне надо сегодня перемешать две ванны, перегной с землей. И это очень длительный процесс, и я как раз расскажу вам про подкормки. Потому что многие начинающие, не успев только посеять свои томаты, ну вот как только-только два семидольки или один настоящий лист, сразу начинают, ой, какая-то она у меня тоненькая, чем ее покормить, чем посоветуете подкормить. Сейчас я буду говорить про подкормки. Какое удавление выбрать для первой подкормки? Но вы должны знать, что большинству, большинстве рассады подкормка вообще не нужна. Специалисты вообще не рекомендуют до пикировки рассаду подкармливать. И после пикировки, пока она приживается, там дней 7-10, лучше вообще ее не трогать. Посмотрите на рассаду. Если внешний вид хороший, если она зеленая, но не трогайте вы ее, не кормите вы ее ничем. Потом, когда у вас начнется проблема с внешним видом рассада или еще что-то, вы уже не будете знать, от чего это она. Или она от рождения была слабая, или эта подкормка вас ее испортила. Некоторые не выдерживают дозировку удобрений, перекармливают. Некоторые азоты, содержащие удобрения, сильно кормят. Знаете, что для томатов это недопустимо. Потом будет жирование, у вас все лето будете бороться с жированием. Начнем с того, что вы должны различать, я вот здесь положила специально, вы должны различать. Я в прошлом году, вот кому интересно, посмотрите, пришло в годнее видео, очень много про удобрения. Про однокомпонентные, про многокомпонентные. Смотрите, они различаются. Есть однокомпонентные, например, карбонимид, вот гуматизированный, где содержится только азот. Тут один азот и никаких тут, ну тут еще гуматы, микроэлементы. Но я имею в виду, что с макроэлементов только азот. Оно вам не подойдет для подкормки, для томатов это не подходит. Или, например, есть прекрасное удобрение, калий серно-кислый. Калий томатам нужен все, но он нужен будет после. Потом, когда вы будете высаживать, можно добавлять или в открытом грунте. Тут только калий и азот. Ну, конечно, всякие микроэлементы, но тут нет фосфора. Это тоже вам не подойдет. Для подкормок рассады подходят только комплексные удобрения, где написано НПК. Например, азофоска, нитрофоска. Где содержание азота, фосфора и калия поровну. Вот здесь, например, 10-11. Все. И только так нужно выбирать. Но, если у вас есть возможность, то между вот таким сухим удобрением фабричным и жидким выбрать все-таки жидкий. Я в прошлом году показывала. Я в прошлом году про каждое удобрение у меня снят видеоролик. И вот про эликсир, плодородие. Если вы все-таки смотрите, и у вас внешний вид рассады не устраивает вас. Уже вы распекировали, уже прошло 10 дней, но она все равно какая-то неживая, ни туда, ни сюда. И если вы решили все-таки подкормить, то лучше подкармливайте жидким. Вот. Это я просто для образца. Есть всякие агриколы, гуматы, гуминовые удобрения. То есть черная жидкость, которая считается натуральным. Вот это, например, гумика из Нинцова природная эликсир плодородия. Я тоже один раз его пользовалась на одном лотке. Он у меня целый. Но если давать уж совет, если вы спрашиваете, какое удобрение, ну в смысле, какая первая подкормка, то лучше всего первая подкормка должна быть вот такая натуральная, черное удобрение. Еще хочу сказать. И удобрение, первая подкормка не может быть у всех одинаковым. Например, если вашим томатам не хватает фосфора, то, скорее всего, первое удобрение у вас будет фосфоросодержащее. Именно или суперфосфат растворенный в воде, или там монофосфат немножко добавлен в полив. Если у вас все-таки после пикировки, после 10 дней, вы видите, что рассада хиленькая, маленькая, желтенькая, и вы вот чувствуете, что ей азота не хватает, тогда в этом случае можно уже подкормить однокомпонентным. Именно что азот ей нужен. И так же с другими со всеми. Первая подкормка или лучше жидкая, или из того удобрения, с тем веществом, макроэлементом, которого не хватает именно вашей рассаде. Потому что всю рассаду под одну гребенку никогда нельзя, как сказать, одной меркой мерить. Вот какие-то толстые, жирные, например, этим вообще азот противопоказан. Они по своей характеристике, они коренастые, они толстоногие, у них листья толстые. Если они еще азота немного покушают, они вообще будут дубы-великаны. И азот применять надо с осторожностью. Некоторые радуются. Палили азота содержащим, вот у них такое красивое, пышет все. Но, в прошлом году уже говорила, повторю еще раз, перекормленные азотом вот это растение, рассада, они более восприимчивы к заболеваниям, они слабые, они пересадку хуже переносят. И вот это красивое дерево, так может и остаться вот этот куст пышный, зеленый, с такими красивыми изумрудными листьями. Он может так и остаться красивым кустом, потому что вот это все изобилие зеленой массы, в ущерб плодоношению. Часто бывает несколько цветков и все, никакого урожая не получите. С азотосодержащими подкормками будьте осторожны. И вообще, не надо лишний раз поливать их, чем попало. Пусть они растут, если уж явные какие-то признаки, недостатка, надо подкармливать. Вообще, рассаду можно не трогать. Вот как я всегда говорила, если вы хороший грунт при посеве взяли, чистый, хороший, если потом при пикировке, я вот всегда меняю, я меняю на более еще, на такой, этот, на всякие наглядки, переноски, еще там на огурцы, но на другую культуру использую. Если вы грунт заменили, если он плодородный, хороший, никакой подкормки не надо для открытого грунта, до высадки в открытый грунт.